В соответствии со статьей 51 Устава города, проект решения о внесении изменений и дополнения Устава города подлежит официальному опубликованию. Первый момент – это представление жилых помещений участковым. Второй момент – несколько статей Устава города вносятся изменения в связи с появлением данных инициативных проектов, возможности их внесения. И третий момент – это расширение гарантии депутатов на непостоянной основе. У нас параметры нашего бюджета позволяют вообще инициативные проекты эти осуществлять? Устойчиво у нас, я в свете того, что неустойчиво, средне-высокая степень устойчивости? Это все должна оценить администрация города. Может бессмысленным? Тогда, когда проект будет внесен, тогда, когда она увидит конкретно, что хотят люди, которые предлагают эти положения, она оценит это все и либо согласует, либо откажет инициативной группе в этом проекте. Я же всегда против того, что мы мертворожженными вопросами занимались. Ну, без продолжения. Если Государственная Дума посчитала необходимым внести это во все уставы города, значит, мы тоже должны это внести. Зачем ограничивать программу кандидата 20 листами да еще и 14 шрифтом? Получается, что план развития города не тянет даже на школьный реферат. Зачем это требование? Ну, человеку в нашем городе можно говорить бесконечно. Вот о проблемах, которые нужно решить, о целях, задачах, инструментах, которые применять. Я хочу обратить ваше внимание на то, что сроки работы конкурсной комиссии, они крайне ограничены. Невозможно представлять программы неограниченного объема. Их необходимо выстроить в свою программу четко, лаконично, может быть тезисно. А там уже на заседании конкурсной комиссии и при выступлении перед депутатом этот кандидат вправе развернуть эту программу. Но для того, чтобы представить ее на бумаге, необходимы все-таки четкие рамки и четкие ограничения. В первую очередь на муниципалитет возлагается, во всяком случае, ответственность за то, что происходит в городе. Во-первых, муниципалитет должен быть в курсе всех событий, происходящих в городе. И если житель обращается с любым заявлением по любому вопросу, как муниципальные служащие должны рассмотреть, либо перенаправить по компетенции. Составить акт осмотра лицами, которые работают в данной области, будь то специалисты по земельному, либо по строительству, по капитальному ремонту. В состоянии оценить визуально, скажем так, угрозу возникшую и оперативно отреагировать. То есть привлечь либо органы прокуратуры, либо стройнадзор. То есть в данном решении в порядке не указано, что какую-то санкцию, что возлагается на муниципалитет, какие-либо штрафные полномочия, что штрафовать людей. Но отреагировать муниципалитет будет обязан. Этот вопрос всегда решал стройнадзор в Евголове. Этот вопрос вообще юридически решает само юридическое лицо. Но на сегодняшний день прокуратуры... Вот мы уже начинаем как третьи лица с октября месяца, со второго числа. Я считаю, весь месяц присутствует на судах по этому поводу. Потому что денег сразу, как мы говорили, обратятся сразу несколько человек или предприятий, или учебник каких-то. Вот на сегодня их у нас больше 60, мы знаем, школы и садики. И соответственно все, они уже из СОН выступила прокуратура, они пойдут в суд. А остальное у нас остается и здание, и сооружение, ну и все остальное. Здесь должны быть, я считаю, какие-то заградительные меры. Потому что получается на каждый курятник, на каждый гараж, на каждое помещение можно писать жалобу, и вы пойдете эти курятники обследовать. То есть здесь должен стоять вопрос. Либо это временное сооружение, либо капитальное сооружение. Собственность тоже имеет значение, муниципальная, частная, федеральная собственность. Вы же не пойдете на федеральную собственность, осматриваете, допустим, техникум стоит, разрушается, завтра 50 жалоб поступит. Как нам быть-то? Вы же по каждому гаражу, по каждому курятнику будете ходить, составлять и утонете в бумагах. На самом деле эта работа нами проводится и сейчас. Когда где-то течет, где-то что-то там в непорядке, мы выезжаем и смотрим. А по сути-то дела все затраты несет собственник или юридическое лицо. Мы ему рекомендуем оценить эту ситуацию, предлагаем, и выйти на, не знаю, на обследование или на создание проекта, смотря какая ситуация. Здесь комиссия просто будет выезжать, оценивать. Эта работа, она вообще, она текущая, она происходит. Скажите, пожалуйста, для какой цели 21 человек комиссия? Я вот посмотрел, в городах-миллионниках 11-13, нужно нечетное количество. Вы 21. На 28 статей закона Красноярского края об административных правонарушениях. Комиссия полномочна при рассмотрении половины присутствующих, то есть 13 человек. Зачем всех отрывать, чтобы посмотреть на человека, который машину на газон поставил? Скажем так, кворум, присутствие всех перечисленных лиц единовременно, необязательность. Как вы правильно сказали, необходим кворум. Но помимо этого, хочу отметить, что каждый муниципальный служащий выполняет свои непосредственные должностные обязанности. И собирать данную комиссию, исходя из минимума, то есть 13 человек, будет невозможно. А учитывая законы и кодекс об административных правонарушениях, есть определенные установленные законом сроки, когда обращение, либо отпуск пришедшейся полиции необходимо рассмотреть в установленные сроки. И не дня промедления может чревато тем, что будет не рассмотрено. Ну и с 15 и 7-то вы сможете собрать или 8, а не 13, собирать из 21-го. Борис Анатольевич, это тот же вопрос. Может быть мы будем 14 человек избирать по одномандатным округам, а партии не будем приветствовать, да? Да, может быть так лучше? Ну просто люди не будут свою работу делать, а сидеть на одного человека, смотреть, что вы. Вам же уже объяснили, у всех свои трудовые. Почему у нас сейчас отсутствуют два депутата, правильно? Мне кажется, здесь не вопрос дискуссии, они будут присутствовать и работают. Так, предлагаю еще вопросы. Когда мне еще выступить? Я тоже, кстати, против такого количества людей, которые необходимо будет отвлекать. У нас обязанностей у работников администрации до и больше. А мы туда одного в комиссию административную, вторую в комиссию по обследованию зданий. Еще когда ему работать? Я еще небольшую поправочку внесу, как бы, учитывая, сами знаете, возникшую пандемию, вы, ну не знаю, может быть знаете, может быть нет, но возникшая на тот момент нагрузка по составлению и участию в административных комиссиях, которые работали круглосуточно фактически, учитывая при составе порядка 20 человек, данные комиссии работали фактически круглосуточно, учитывая, если, не дай бог, скажем так, произойдет нечто подобное, и необходима будет помощь правоохранительным органам, 7 человек физически не смогут это сделать.